Добрый день, друзья! Кыргызстан, Иссык-Куль, и мы встречаемся с Алмазом Акуновым. Добрый день, Алмаз. Привет! Алмаз, у меня вопрос. Я восхищен тем, что вы делаете в федерации, и я вижу, что ваш дом полностью повторяет и форму юрты, и похожие смыслы. На самом деле, я вижу, что ваш дом – это юрта, это база вашей культуры. Да, совершенно верно. Конечно, мы параллельно этнографический, национальный вид спорта развиваем. Мы параллельно и другие культуры тоже обхватить и должны параллельно развивать. Поэтому я подошел поднимать отечественную архитектуру. То есть, как… Конечно, это первый проект в Храгастане. Я думаю, что первый проект, я больше не знаю, что это когда жилище, вот этот формат геометрии юрты не потерять, и в нем как-то современные условия создать. Первые необходимые условия создать. Для… Чтобы жить нормально, тепло было, зимой тепло было, летом прохладно было. Вот так и… Вот такой проект придумали. Она сейчас, я думаю, что оправдает. Я живу, удовольствие получаю. А, Умас, скажите, когда родилась идея, и сколько лет вы здесь живете, вот именно уже в этом смысле, в этом доме? Ну, как-то… У меня голова – это давно. Давно. Даже я не помню. Это давно. А давайте я напомню вам. Мы с вами разговаривали в прошлые дни, и я даже так пошучу, что этот проект родился не в прошлом году, не в прошлом столетии, а в прошлом тысячелетии. Возможно, да. В 1986, по-моему, да? Да, в 1986 году. Когда я в стройке работал, а почему нет, чтобы формат юрты построить и дом построить? Я вот тогда у меня зарождалась идея. Даже я, ну, рисовальщик, я вот на земле начертил идею, да? Потом до сих пор, сколько, около 30 лет, в голову это варился, варился, да? А потом, когда возможность появится, и реализовать свою идею. Скажите, идея ваша, воплощение ваше? Вы рассказывали, что вы на земле рисовали круг, смотрели со стороны, вы не привлекали никакие архитектурные бюро и дизайнеров, все в вашем сердце и в вашей голове, правильно? Да, 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 да. Потому что как-то, чтобы построить, даже вот такой маленький коттедж юрты, тоже надо привлекать специалиста, архитектора, там, чертежники и так далее, да, сметчика. Да. А совсем, наоборот, получилось. Я взял, да я даже метр, у них не метр... Рулетки не было, да? Рулетки не было, да? Я вот на глаза померли, и начал фундамент, и, значит, до конца усовершенствовал. Многие работники, которые помогали строительству, юртка, тоже, многие отказались, это утопия, зачем вот это делаешь, это никто не построил, не так будет, смотрится. А на самом деле, очень удобно получилось. Могли бы вы, что можно показать? Пожалуйста, с удовольствием. А, да, да, бэй, все дачи не так. Не теряй, это ничего. Пошел, да? Да. Пошли, вот, мы старались, чтобы острого угла не было, да? Здесь, когда мы отапливаем, да, быстро нагревается помещение. Это особенность, потому что вот здесь огонь здесь, мы сохранили, то есть принцип юрты, да? Огонь же посередка, да, да, в центре круглого дома. А здесь получается почти в центре печь. Печка. И она, вот, тепло, быстро передает, тут энергетика другая немножко, не другая. Чем в квартире. Это заметно. Это заметно. Очень, очень заметно. И здесь мыслить, жить, юртах совсем по-другому. Примерно, вот здесь наш зал, здесь мы кушаем, телевизор смотрим, мы живем, здесь людей встречаем, а спим, как под тюндюком. Под тюндюком. Я не, да, под тюндюком. Я не привык, когда глаза открываю, уже, когда этот тюндюк смотрю, уже в утро, и и ночь смотрю. Я, и мне непривычно, сейчас, глаза здесь открываю, если вот такой потолок, вот такой тупой потолок, меня сейчас не берут, я не могу спать. Я уже пробую, уже я 5 лет живу. 5 лет здесь, да, 5 лет живу, да. И многим, сейчас, многим землякам, знакомым, друзьям, предлагаю, давайте, начинайте, наш отечественный, вот такой, юрт-коттеж, очень подходит, и здесь, и все в удобство, можно помешать. Ну, очень, объяснить, очень много, вот эти нюансы, да, архитектурные, чем, особенностей, очень много разговоров тут. Скажите, а какие удобства есть в вашем доме? Ну, удобства тут все, санузели, кухня, система отопления, и спальни, ну, везде мы, принцип юрты, принцип, принцип острого угла, мы постарались избегать. Избегать, да, да, и как юрту тоже надо, было, совершенство, тоже человеческие возможности, нельзя ограничить, даже юрту, бандеринизировать, но не терять, вот, стежи, смыслы юрты, не терять. Замечательно, вы говорите, что остаться жить в юрте, как, воспринимая дом, как палки и войлок, наверное, это уже архаика, но взять смыслы и в жизни их понести дальше от ваших предков, это прекрасно. Я вижу у вас здесь элементы кириге, да, да, и здесь вы постарались уйти от прямых, да, да, здесь вы закруглили, то есть, этот смысл дома без углов вы понесли во всем. да, вот тоже, печка тоже самая, круглая. Здесь мы постарались тоже найти вот такой кафель, чтобы она круглая, динамика была, динамика. Ручка тоже немножко старались найти вот такую ручку, вот тут элементы, динамика есть, и все другие. Да, 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 динамично, все другие. Друзья, поулыбаемся, увидим. Да, везде. Вот тут тоже арка, да, арка, везде, чтобы постарались в юрту, везде круглые, и вот тоже играет динамика, потолок тоже играет динамика, это звериный стиль, мы постарались, артайский звери, скифский стиль, вот животные, тут тоже орнамент играет. Конечно, еще не закончена работа, потому что это аналога не было, поэтому из какой строительного материала надо выбрать, еще я думаю, что не то, что уверен, что я не закончил, еще усовершенствовать впереди. Понятно, еще нужны средства. Да, да, да. Средства нужно найти и дальше развивать. Дальше развивать. Значит, алмаз, этот тюндюк всегда открыт, да? Да. Вы всегда видите тенгри? Да. Да, да, да. И вот мы спим здесь и немножко энергетика другая, чувство другая здесь. А какие другие чувства? Ну, тут как-то чувство, постоянно в себе чувствуется, что у тебя такой мысли, энергетика окружает тебя все прошлые хорошие. Это как-то мысли, хорошие мысли. И лежишь, уже небо смотришь все время. И ночи иногда просыпаешься, да, смотришь, звезды смотришь. Вот так, по подкрытым небом спишь, да? Вот так получается. И вам тепло, уютно, есть уверенность, что вы проснетесь, и вас снегом не завалит, и что вы наврус встретите. Да, да, да. И здесь тоже самое, когда ветер, да, сильный, у нас, да, неоптекаемый же этот, то есть и ветер тоже не страшно, дождь тоже, снег, ну, очень удобно. Сама юрта очень уникальная стройка же, это проект. Как архитектурный проект, я считаю, это шедевр. Да, шедевр, шедевр. Форма юрты, это шедевр. Да, шедевр, шедевр, так получается. И вот так я хочу и друзьям предлагаю, чтобы вот этот архитектурный проект дальше развивался, усовершенствовать надо дальше. Ну, нельзя смысл юрты, смысл вот этой круглой юрты, и как выходит, как вершина, и связь с небом. Связь с небом. Да, с небом и так далее. Ну, это я не могу объяснить, да, самим словом. Да. Тут целая философия. Конечно, нельзя именно словами выразить. Я помню, кто-то из великих говорил, мысль изреченная есть ложь. То есть, то, что внутри, оно истина. А то, что уже начинаешь говорить, я вот часто подбираю слова и не могу попасть. А люди воспринимают то, что ты говоришь, а не то, что ты чувствуешь. Да, да. Значит, еще, Алмаз, вы говорили, что вы будете достраивать, что вот этот шифонерчик у вас временный. Да, да, да. А скажите, что бы вы еще хотели воплотить в этом доме? Ну, здесь обязательно дерево будет, здесь вот сундуки будут. Да. Здесь сундуки будут. Значит, вот такой шкафчик не будет. И все книги, там вещи, разные вещи поместятся. Это когда вот помещение круг, да, здесь человек двадцать могут поместить. Когда гости приезжают, да? Да. Вроде юрта маленькая, но если вот так поместить, Да. Двадцать человек можно поместить гостей. Они удивляются. И я тоже удивился, как теперь, у меня же юрта ограниченное помещение для жития, а для гостей. А потом, вот, Тушокес, Чурхана, и мы поселили, и около пятнадцать человек свободно тут. Это ночевали, переночевали. Да, это переночевать. А если вы собираете гостей, вы же поставили отдельную юрту для гостей. Да, да, да. Я думаю, что этот гостям очень удобно и приятно будет встречать гостиний в юртах, там со всем оборудованием, оснащением, вот это наше народным освещением. Ну, какие предметы нужны, мы там поставили. То есть, друзей встречать в юртах, гостей встречать в юртах очень приятно. Меня очень нравится. И мне не надо дальше вот гостиния отдельно построить. Да, да. Вот квадратные. Я вот квадратные, я не понимаю. У меня душа не лежит. Квадратные помещения построить и жить. Потому что, вот я все тоже, круглая же, природа углов не меньше. В природе углов меньше. Да, да, углов меньше. Природа углов меньше, даже нету. Даже нету. Вот, вот если даже змея, у них логово, да, у волка логово круглое, там углов нет уже. Птицы тоже круглые это делают, гнездо делают и так далее. Очень много можно пример привести природа. Мы с природы брали, тоже вот это жилище кочейников, это как раз подходит к требованию природы, да. Мы все от природы брали и не отошли от природы. Алмаз, я слушаю вас и у меня просто по сердцу радость. Потому что главное назначение, не то что назначение, а главный смысл канала это не потерять прошлое и пойти со смыслами в будущее. И вы прекрасно это воплощаете. Я благодарю, что вы открыли мне и нам завесу на этот путь. Я считаю, путь это единственно верный. Нам нужно любому народу, независимо от нас картошкой или кочевник, брать культуру предков, ее понимать и идти дальше. Да, да, да. Я согласен, я согласен. Тогда пожелаю вам всего доброго в вашей жизни. Спасибо. Друзья, вот как выглядит дом без углов сзади. И алмаз смысл и понес максимально. Вот. Это кухня. Видите? Угол закруглен. И внутри, где печка, идут закругления. И вот он угол. Закругленный. А вот это интересно. Вроде как барабаны, тендюки. На самом деле, это алмаз сделал, наверное, в части мастерской хранилище для инструмента, для каких-то бытовых штучек. То есть, повторяет максимально круги. И даже прихожая к дому, она в этом климате обязательно, она сделана полукруглой. Полукруглой. Она сделана полукруглой. Это прекрасно, друзья. Спасибо. Спасибо.